Ну а теперь тема, которая, наверное, очень многих волнует. Ну да, и только что продолжает свое пике вниз. Сегодня доллар достигал отметки 70 рублей, евро 74. Все это максимум, начиная с мая этого года. Но до пиковых значений, те, что были в первые недели после начала войны в Украине, рублю еще долго. Напомню, в марте доллар достигал отметки в 120 рублей. Окей, обсудим это и не только с Рубеном Минеколоповым, экономистом, профессором университета Пампео Фабра. Рубен Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, здравствуйте. Ну, я понимаю, что экономисты ненавидят темы рубля. Хочешь, я задам тогда так? С рублем. Я задам, а ты продолжишь. Мне не стыдно, потому что я не экономический журналист. Давайте, да, давайте все-таки просвещать в первую очередь, давайте разберемся, с чем связано сегодняшнее, ну вот несколько, пару недель, да, уже падение рубля происходит. С чем это связано? Ну, смотрите, значит, если действительно просвещать, то повторюсь, что курс рубля и доллара, это на самом деле он формируется так же, как цена на любой другой продукт, товар и так далее. Это баланс спроса и предложения. Есть люди, которые есть валюта, они ее продают, есть люди, которые хотят валюту, они ее покупают за рубль. После того, как у нас были введены ограничения на движение капитала, в принципе, после того, как из России вышли все инвесторы, у нас спрос на валюту и предложение валюты определяется исключительно торговыми операциями. То есть уже инвесторов нет, которые вкладывали бы в Россию и так далее, покупали бы из-за этого деньги. Есть только компании, люди, которые защищают торговые операции. Ну, для людей там, ну, частные, есть такая возможность переводить деньги в валюту для частных лиц, но это маржинально, на самом деле. Основное, практически все формируется импортом и экспортом. Если вы импортируете что-то в Россию, то вы должны покупать валюту. Если вы экспортируете, то вы получаете валюту, ее продаете. Соответственно, курс рубля и доллара, он определяется балансом объема денег, который приходит за счет экспорта, и объема денег, который уходит из России за счет инвесторов. Изначально рубль упал очень сильно, когда были только движения еще разрешены, там всякие финансовые спекулятивные операции, поэтому тогда еще не был введен контроль за движением капитала, поэтому это не совсем адекватно сейчас сравнивать с ситуацией в марте, когда были пиковые значения. Сейчас все по-другому, сейчас только экспорт и импорт. Соответственно, когда, что происходило все это время, импорт, ну не все это время, весной и летом, импорт резко сократился, соответственно, спрос на валюту упал, а экспорт был урон. Цены на газ, нефть, они полностью компенсировали снижение объемов, и поэтому валюта продолжала приходить. То есть предложение валюты было большое, спрос на валюту маленький, рубль был дробой. Что происходит сейчас? Импорт постепенно восстанавливается, но это медленный процесс, это не последние недели-две, но постепенно, постепенно давление идет, что валюты надо все больше и больше. Что произошло в последнее время, это то, что упал объем валюты, который приходит за счет экспорта, и главное, что самое важное, что возникли опасения по поводу того, что он будет падать еще дальше. Это прежде всего связано с тем, что помимо того, что на самом деле снижаются цены на энергоносители, основной эффект, почему это именно сейчас происходит, это принятые меры Европейским Союзом, США и своими партнерами по введению потолка на цен на нефтепродукты. Это основной эффект был. Ну и в принципе, на самом деле усиливаются санкции на экспорт именно углеводородов. Сегодня еще был потолок на газ и так далее. То есть это означает, что на самом деле мы не знаем, насколько хорошо будут работать эти санкции. Мы их точно увидим. Но они уже пугающие, и поэтому импортеры, например, которым нужна валюта, они боятся, что валюты потом будут меньше и предпочитают ее закупить сейчас, не дожидаясь того, что там будет. И поэтому спрос на валюту резко увеличился, особенно учитывая то, что сейчас будут праздники, какое-то время вообще вверх не будут работать. Ну и в принципе такой не очень активный. Поэтому надо подстраховаться. Потому что если в нормальное время вы видите, что что-то идет плохо, вы закупили валюту, продали валюту. Сейчас все, мы уходим, там последние две недели ничего не будет. Если вы не успели купить валюту, она вам нужна, ну все, вы ничего не можете сделать уже. Поэтому надо подстраховаться и закупить валюту. Вот это то, что сейчас происходит. Поэтому произошло сейчас, и поэтому так резко. Да, ну если коротко, профицит торгового баланса становится меньше. Так мы с просвещением далеко не уйдем, если будем так. Огромный, да. Теперь он сокращается. Давайте дальше продолжим просвещение. Я понимаю, что только торологи и гадалки знают, что будет с рублем в будущем. Тем не менее, есть ли у нас на вот этот Новый год и январь какое-то представление, что будет с национальной валютой, с российским рублем? Ну, чтобы люди как-то хоть примерно понимали, вот в ближайшие 2-3 недели, может быть, какие-то события, какие-то такие рэперные точки, за которые можно будет зацепиться и сказать, что вот торги, торговый баланс будет смещаться в ту или иную сторону. Нет, ну смотрите, самое главное, зачем можно следить, и что видно каждый день, это цена, наверное, носитель. Потому что это на самом деле все так красиво говорят про санкции и так далее, про российскую нефть и газ. Они действительно ограничивают объем, который можно экспортировать и поэтому ограничивать, сколько всего валюты приходит в Россию. Но это просто все доминируется ценой, общемировой ценой на нефть и газ. Что сейчас происходит? Почему опасения? Что у нас есть опасения того, что мировая экономика в целом входит в рецессию, и у нее как бы, ну, ее лихорадит немножко. И если, конечно же, если будет сокращаться мировая экономика, то это неминуемо ведет к тому, что падает спрос на энергоносители, соответственно, цена идет вниз. Поэтому самый страшный сценарий для России, это то, что одновременно заработают санкции, но тогда потолок будет уже неадекватен, он будет неважен, потому что самое страшное будет, если действительно будет полномасштабный мировой кризис, это не в январе, мы, конечно, уже про годы говорим, это, конечно, не так быстро случается. Но если будет торможение всей мировой экономики, просто цена на нефть и газ упадет настолько, что все эти потолки станут, неважно, цена уйдет ниже этих потолков. И тут уже неважно будет, соблюдаются ли санкции, все, это некий факт. Если этого не произойдет, это все-таки достаточно пессимистичный прогноз, и мы сохраняемся надеждой, что у нас будет достаточно мягкая посадка, скажем так, что это будет торможение мировой экономики, но все-таки неполноценный кризис, который совсем уже подорвал бы цены на энергоносители, тогда все-таки цены будут относительно, вряд ли на высоком уровне, потому что экономика улегаратит мировую, но на таком среднем уровне. И дальше будет единственный вопрос, который надо будет, мы еще не знаем, насколько действительно будут работать санкции на экспорт российской нефти, ну, при всем нефти, на самом деле. Мы не знаем. И вот это будет понятно, уже вот начнет там в январе, и с потолком на газ то же самое. А сколько они работают? Если мы увидим, что они работают, действительно будут сокращаться объемы валюты, которые российская экономика получает за счет продажи нефти и газа, тогда рубль будет неминулым ослабляться. И импорт будет восстанавливаться. То есть он постепенно восстанавливается, вряд ли восстанавливается там полностью, но там медленно, там точно понятно, куда идет. В ближайшее время, несколько месяцев будет восстанавливаться. А вот экспорт может действительно рухнуть, и тогда рубль будет слабенький. Ну, в общем, есть вероятность, что после январских праздников, как обычно у нас бывает, люди выйдут, не мониторен новостей, не смотря ничего. И вот 10 января, хоп, и очередные какие-нибудь... Нет, ну, председатель может и обратная ситуация. Они так выходят и говорят, опа, оказывается, санкции не сработали. Вот выяснится, что там... А доллар 40? Ну, 40 не дождетесь. Это если вдруг не ведут новые санкции опять на импорт, тогда будет 40. Это будет так себе извести. Это правда. Ну, посмотрим, да. Не могу не спросить вас об одной из центральных новостей дня. Это взрыв газопровода Уренгоя-Памара-Ушгород. Сегодня весь вечер обсуждают, кому это могло быть выгодно. А как это скажется на ценах на российские энергоносители? Как вам? Вот как вы считаете? На российские? На любые энергоносители. На любые, да. Да, на любые. На любые. На газ увеличится. Опять, понимаете, есть такие базовые экономические законы, которые вообще никак... Если вы уменьшаете предложение какого-то продукта газа, например, по-другому трубопровод, цена на этот продукт увеличивается. А к чему я веду-то? Путину выгодно получается то, что произошло? Нет, знаете, сколько мы получаем денег, это цена, умноженная на объем, который мы продаем. Учитывая, что объема не будет. Зато Европа будет замерзать, понимаете? Зато Барселона, откуда вы выходите к нам на связь, ну, вы и так не замерзаете. А Вильнюс замерзнет, а Берлин будет страдать. Мы не замерзнем, у нас мазут есть, а Берлин зеленую энергетику. И здесь, знаешь, уже как бы все страны потихонечку пытаются альтернативу какую-то русскому газу придумать. Поправьте меня, если я не прав. Нет, ну придумывать пытаются. Нет, понятно, это долгий процесс. То есть это, если сейчас вообще прорвать приставки российского газа, то будет плохо. То есть газовые хранилища, замечательно, что они наполнены 95%, это на несколько недель ужин проблема. И дай бог даст возможность починить, ну, боже, трупповод из Урингоя. Потому что, в принципе, без российского газа, конечно, ну, не Испания. Испания все нормально. До свидания российский газ не такой. Во многих остальных странах Европы это, конечно, очень сильная проблема зимой. Поэтому на Ассамбле, конечно, все надеются на скорую, на то, что это быстро починится. Ну, давайте, как бы, мы рассуждаем по поводу того, что чего-то думает Путин. А если что думает Путин, когда, ну, если люди будут в Европе, там, ну, неважно, где замерзать, ничего хорошего. Ну, только мне кажется, что Путина будет как раз руки потирать, если люди в Европе будут замерзать. А когда люди перестанут в Европе замерзать, несмотря на попытки Владимира Путина вновь и вновь пользоваться этим чудовищным политическим газовым шантажом? Ну, это занимает несколько лет, на самом деле, вот, очевидно, идет, да, потому что, на самом деле, надо же, тут же все вот это звать. Газ действительно это основное, что важно для отопления. Поэтому сложно переключиться, там на уголь, дай бог, не будут, ну, там и дрова переключаться. Но газ это основное. Газ можно получать не из России, безусловно, там есть трубопровод, но в основном это сжиженный газ. Ускоренность супертемпами строят терминалы по приему сжиженного газа. Это, конечно, замечательно, но только его надо производить больше, ну, чтобы компенсировать российское. Мощностей по сжиживанию газа, их, ну, они, я так понимаю, ну, я верю своим коллегам, которые выбираются, они работают почти на пределе, их резко невозможно устроить. Там цикл инвестиционный гораздо дольше, чем у терминалов по приему. И поэтому, да, наш Катар теперь замечательный, со всеми местами стадионов будет, не знаю, строить терминалы по сжиживанию газа, но это займет несколько, вот только когда это произойдет, это не терминалы по приему сжиженного газа, это терминалы по сжиживанию газа. Это основное русское место. Да, ну, Запад, в общем, уже вроде как определился с тем, что эту зиму переживет, а вот следующие такие опасения есть по поводу того, что, да, действительно, следующая зима может быть по-настоящему суровой и для Европы, для Европы в первую очередь. Спасибо большое, это был Рубен Николопов, экономист, профессор каталонского университета Помпео Фабро. Спасибо вам, всегда приятно с вами в эфире. Ставьте лайк, пожалуйста, этой трансляции, а также подписывайтесь на наш YouTube-канал. Мы знаем, что каждый третий зритель почему-то не подписан на YouTube-канал «Ходорковский лайф». Делайте это как можно скорее и узнаете, что мы работаем для вас, что мы есть и что существует честная журналистика. Субтитры создавал DimaTorzok